Меня зовут Дима, родился в городе Ростов-на-Дону в 1986 году, жил там 12 лет. После 12 лет жизни в Ростове родители переехали в Соединенные Штаты Америка в 2000 году. И остальные 12 лет я прожил там, в Соединенных Штатах Америка. И жил, рос и находился там. У нас был мини-своё дело, так скажем, бизнес. Маленький-маленький бизнес, небольшой был. Ну и мы занимались, строительством занимались, так скажем, был успех, было устройство, всё было в жизни. Большие деньги были. Были деньги, которые, как сказать, на 18-19 лет, это большие деньги были. Мы в себе ни в чём не отказывали. Шикарные машины, красивая жизнь. Ну вот, одна из моих машин, это была, у меня их много было, но одна из была, это Мерседес 600. Мечта моя была, я с детства ещё как-то увидел, загорелся и думаю, куплю себе, вырос, то обязательно куплю. И думал, что в этом счастье, но глубоко ошибался. Это просто обман и прелесть дьявола была такая, на которую он заставил повестись. Я с детства верующий, в поколениях верующий. Но в своё время я принял решение, что я устрою сам самостоятельно свою жизнь. Я попал в зависимость, в наркозависимость. Когда я уже дошёл до состояния такого безвыходности, я стал кричать к Богу и вопить. Но у меня всегда внутри мечта была именно жить правильной жизнью, жить вот примером, быть вот, как дедушка всегда служил для меня, я всегда смотрел на него и хотел быть таким, как он. Но попал в обман. Когда я стал кричать к Богу и говорить, Господь, я знаю о Тебе, я слышал о Тебе, но Тебя я не знаю. Я выезжал в лес, я в машине кричал, просто кричал. И говорил, Господь, измени меня, дай мне пережить Тебя. И этот день пришёл, этот день пришёл, Господь пришёл ко мне. Он призвал меня. В 2008 году я прошёл программу «В миссии Богу смотрит». И после того, как я закончил программу, я уже повторюсь, я посвятил жизнь свою Господу. Два с половиной года я трудился в центре, в служении. После этого Господь благословил. Благословил меня, дал прекрасную работу, друзей, служение. И однажды мы занимались, проводили отопление в домах. И я был в цокольном помещении, в подвале, проводил трубы. И я молился Богу в это время. Я сказал, Господь, я Тебе искренне благодарен за всё, что Ты сделал в жизни моей. За то, что Ты дал мне прекрасную работу, друзей, служение. Но я хочу знать полную волю Твою о жизни моей. И в это время я дважды услышал голос Божий. Вот как сейчас я слышу, мы общаемся, так я во всеслышание услышал, Ты будешь переселён. Дважды. На тот момент я занимался сборкой контейнера на Африку. И думал, что Господь направит меня туда. Но потом случилось так, что Господь повернул жизнь мою. Я сделал документы, и Господь направил меня в Россию. И вот уже шесть лет я нахожусь в России. Первые восемь месяцев, попав сюда, я жил у бабушки с дедушкой. И после восьми месяцев я стал задавать Богу вопрос, для чего Ты меня сюда привёл. Я просто находился в квартире. Дедушку возил на работу, бабушку возил на дачу, картошку копал. Я стал задавать Богу вопрос, и сказал, Господь, если ничего не начнёт происходить в жизни моей, я просто покупаю билеты и улетаю обратно в Америку. И за короткое время Господь дал мне прекрасную сестру. Она работала секретарём Российской Церкви. Я предложил, мы женились. Вот уже шесть лет живём вместе у нас. Трое детей, три мальчика. И Господь благословил. После того, как я женился, я устроился, жил в Москве, зарабатывал деньги. Но я понимал, что Господь не для этого привёл меня сюда. Я понимал, что у Него есть призвание и служение. И после четырёх лет приехали братья с Америки, с миссией Богу смотрят. Они приехали и сказали, что Господь нам открыл ехать, начинать служение в городе Тула. Это недалеко от Москвы, 190 километров. Я сказал, что они улетели обратно. И когда после трёх месяцев пастырь Фёдор присылал мне сообщение и сказал, мы тебя не забыли, Господь открывает, мы едем. Через короткое время мы будем там. И мы направились в город Тулу. Я с женой, поговорив, сказал, Надюш, как ты согласна оставить всё, всё, что мы имеем здесь в Москве. Тоже на то время мы хорошо устроились. Я очень работал на хорошей работе. Она работала секретарём в Российской Церкви. Также мы ещё несколько подработок имели. У нас по московским мерам была очень хорошая зарплата. Но внутри голос Божий. Я сказал ей, готова ты поехать и оставить. Я не знаю, как будет. Это шаг веры. Просто идти и начинать с нуля, начинать служение, помогать людям. Бог просто показал и открыл, что надо начинать служение. И там никого. Мы первый раз приехали, мы сняли гостиницу. Мы даже никого не знали. Мы просто ходили по городу и смотрели. У меня были, по первости, очень большие сомнения. Я сомневался. Я не знал, от Бога это не от Бога. Но однажды я слушал проповедь. И там в проповеди Бог проговорил, что приедут к тебе братья, предложат ехать на служение, и это будет от меня. Это была прекрасная возможность начать. Я просто даже настроился так внутри, откровенно сказать, что если даже что-то не получится, я потом скажу Господь. Я попытался, я просто попробовал. Я попробовал что-то сделать для тебя, если даже не получилось. Но оно все обвенчалось успехом. Господь благословил. Мы приехали туда. Знаете, когда, по первости, очень нелегко это все было. Мы купили дом, не было людей. Я приезжал туда с веником, убирал, мыл окна в доме, с женой перекрасывали стенки. И после этого где-то какого-то времени небольшого не было ни одного человека. Я стал к Богу молиться и говорить, Господь, почему ты этот дом дал для того, чтобы здесь спасались люди. Буквально после такой, знаете, это даже не то, что молитва была, это какое-то внутри вот такое состояние. И после этого стали люди приходить сверхъестественным образом, как-то стали слышать в городе. Мы никакой рекламы не давали, мы ничего не рассказывали. Просто по церквям ездили и говорили, что вот Господь нас привел в этот город, начинать здесь служение. И Бог стал приводить сначала людей бездомных, бомжей. И это был такой опыт для меня. Я никогда не встречался, я не знал, как вообще работать с людьми неверующими. Я просто молился. И когда я проводил библейские уроки, рассказывал им Библию, это было очень-очень приятно. И это даже, не знаете, не сравнить ни с чем. И просто меня наполнила такая радость, что вот эти люди, у них нет ни родственников, ни близких у многих. Многие освободились, они просто, некоторые даже специально попадают в тюрьму, для того, чтобы зимой не остаться на улице. Идут, воруют, чтобы попасть в тюрьму. Зимнее время просидеть в тюрьме, выйти летом, опять где-то на улице поскитаться, опять попасть в тюрьму. И так на протяжении многих лет. И когда ты сидишь, просто тебя настолько радость наполняет внутренне. Ты понимаешь, что ты немножко, чуть-чуть можешь принести радость этим людям. Они такие же, как и я, и я ничем не лучше их. То, что у меня где-то Бог меня благословил в чем-то. Они тоже, они потерянные по жизни. Они где-то, да, допустили ошибку. Так как ты, да? Да, как я. И они имеют полное право тоже на спасение, на те же благословения, на те же обетования. Я всегда им говорю, некоторые приходят, у них там пальцы отмороженные, там могут еще что-то. Я говорю, если даже у тебя палец не вырастет, но ты будешь иметь вечную жизнь, которая не сравнится с этой жизнью. И когда стали приходить люди, я им рассказывал о Библии, о Иисусе Христе, о спасении. Но я видел в их глазах, что они, они ничего не понимали меня. Вообще не понимали. И когда я задавал им вопрос, они говорили, да, мы понимаем. Но потом, когда я остановил их однажды, посадил, я говорю, скажите мне, это для меня надо. Я никого не выгоню отсюда. Просто мне надо знать, вы понимаете меня или нет. И они сказали, нет, мы тебя не понимаем. И тогда я закрылся в комнате, упал на колени и стал Богу молиться и говорить, Господь, а как с ними работать? Я не знаю, как с ними работать? И Господь мне просто такой ответ дал. Вспомни, как тебя учили в воскресной школе. Я говорю, помню. Вот так и их учи. И я стал по этому принципу действовать. Я стал просто учить, как в воскресной картинке, рисовать им просто какие-то вот примеры. И Господь стал касаться. Господь стал касаться. Они стали принимать слово, принимать спасение. Многие из них сейчас родились свыше. Некоторых Бог крестил Святым Духом. Многие даже не верят в существование Бога. Многие не понимают. Но когда ты им начинаешь рассказывать, они начинают верить. И когда ты видишь в процессе года или больше чуть-чуть, человек начинает меняться, он начинает становиться другим, он начинает молиться, у него становится большая жажда по Слову Божьему. Это самое великое и большое чудо, которое может быть. Вот я сижу с ними, с одной тарелки кушаю, кто-то с них больной с пидом, кто-то... У кого-то цирроз печени, у кого-то пальцы гниют уже, у кого-то уже состояние ужасное. Когда они задают вопрос и говорят, Дима, а ты не брезгаешь с нами сидеть, кушать за одним столом? Я говорю, конечно, не брезгаю. Если бы я брезгал бы, я просто бы не занимался этим. Знаете, когда ты им свидетельствуешь, говоришь об этом, и когда они смотрят, что приезжают к ним братья и сестры из других стран, оставляют свою жизнь и жертвуют, они могут не показать это, знаете, прям вот... Но когда уезжают, уезжают оттуда, они всегда говорят, мы просто восхищены этими людьми, которые оставляют жизнь свою, жертвуют ради нас. Они нас не знают. Мы вообще для них чужие люди. Но когда они отдают свои одежду какую-то, когда они отдают свое время для того, чтобы нам помочь, это очень сильно касается. В этом и есть любовь Божья, любовь к ближнему. Меня рукоположили на евангелиста. вот в августе будет два года, как мы начали служение реабилитационного центра. Год назад, в восемнадцатом году мы начали свою церковь. И тоже свидетельство этому. Многие люди приезжают с разных других мест. Вот у нас недавно приехала семья из Подмосковья. Тоже верой. Да, они верующие. Просто приехали, оставили работу, все, приехали верой сюда, сняли квартиру. Сейчас подвязываются в церкви, принимают участие, принимают участие в жизни активно. Сейчас у нас вот тоже церковь, около 20 человек плюс-минус посещает. По средам домашние группы, по пятницам молитвенные, по воскресениям, воскресные служения. И, как написано, Бог прилагает спасаемых в церкви. Знаете, когда мы приехали сюда, мы всегда ждем каких-то, знаете, больших событий. Мы ждем, что вот сейчас я встану перед стадионом, одетый с Библией, и буду кричать, и тысячи будут каяться. Знаете, ну, когда мы попали сюда, мы прошли по поселку, по Туруханску, и в каждый дом заходили, давали Евангелие. И когда я молился как-то вот здесь, знаете, время есть, уединялся, молился, и мне Бог показал, «Сын мой, если бы ты знал, насколько ценно для меня вот эти поездки, одна душа, одна душа, которая приобретает спасение, нету цены, самая дорогая была заплачена цена, это Господь отдал жизнь свою за нас». И вот сюда мы, кажется, иногда часто думаем, «Вот это ж растраты, это финансы, это деньги, но для Бога это ничто, душа человека, она бесценна». Однажды, знаете, я искал всегда вот такой момент, всегда вот мне хотелось увидеть, может, там, когда слепой прозреет, там, или у кого-то нога вырастет, но мне Господь показал, знаешь, «Сын мой, какое самое большое чудо, когда грешник кается, это самое большое чудо, которое может быть». Мы встретили тоже на пути местных, местных жителей, мы с ними, мы их приняли, мы их покормили, и для них это очень ценно, когда ты их принимаешь, они открывают сердца, и когда ты становишься на уровень с ними, ты входишь в ихнюю культуру, они сделали какое-то национальное блюдо, они дали попробовать, и это очень сильно располагает, потому что потом через это ты можешь свободно доносить Евангелие, свободно рассказывать о спасении, добро пожаловать с нами в труд, вместе ехать, трудиться, проповедовать, евангелизировать, свидетельствовать, просто даже если в слове не поделиться, просто подарить что-то, какую-то брошюрку, какую-то молитву, просто рассказать человеку, да даже то, что ты приезжаешь с другой страны и общаешься с этим человеком, я же говорю, человек может часто не показать, но внутри он просто это его сражает, и он думает, что это за люди, что едут с другого края донести, нам просто подарить мне Библию, и он садится, он открывает эту Библию, начинает читать, и там уже начинает действовать Дух Святой, там уже начинает работать Господь.